Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 октября, а я до сих пор вожусь еще со своими томатами. И хочу показать вам сегодня еще одну новинку этого года в моем каталоге. Это Челябинский метеорит. Этот томат я выращивала впервые. Я не только выращивала его впервые, я даже до этого о нем не слышала. Я получила семена от частного лица еще 2 года назад. Но так как у меня участок маленький, все новинки сразу одновременно я не могу попробовать, испытать, вырастить, посадить. Вот нынче около 100 сортов посадила, на будущий год буду другие смотреть. Получила я его из города Курганинска, Татарян, от Карины, извините, если неправильно прочитала. Вот в этом году только добралась до него. Для меня это совершенно новый томат. Поэтому я так долго с ним возилась, поэтому у меня в последнюю очередь описание его. Потому что я, как вам говорила, все новые сорта, я очень долго проверяю его на соответствие сортовым характеристикам. Чтобы не выдать какой-то другой сорт, например, за этот. Сейчас я вам покажу. Потому что перед тем, как внести в каталог, я должна точно знать, этот ли сорт, который, ну вот новинка. Например, у меня вот загадка Долины Рос, все она соответствует. Индийское мясо, потом юбилейный Тарасенко, банановые ноги, сибирские лапти, сибирские шанги. И сразу себя показали. А вот дядя Степа у меня стоит вот под вопросом. И гранатовая капля под вопросом. Они прекрасные томаты, но я должна в каталоге для людей сделать пометку, что их сортовые характеристики немного не сошлись под описание. Ну и все. И вот поэтому Челябинский метеорит до самого последнего конца я его сравнивала-сравнивала. Сейчас вам покажу и расскажу о нем. Вот он, 251 у меня. Выращивается впервые. То мы его полностью не знаем, его качество. Единственное, что я могу сказать. Вот сейчас 10 октября. У меня их было мало, 2 кустика. И месяц назад я их оборвала все. Оборвала до самых-самых попурышек, даже все маленькие. Вот до голого сняла все кусты и положила на хранение. Хранились в теплом месте. И вот сейчас, ну уже даже полтора месяца прошло. Сейчас, через полтора месяца, посмотрев на них, оценив их такое состояние физическое, ну тельце их потрогав, я могу вам точно сказать, что томат хранится очень долго. Он очень удобен для длительного хранения. И я вот сейчас, вот хорошо хранятся и спелые, не текут ничего, они такие тверденькие, плотненькие. Это значит, они для консервации, для хранения идеальны. И я вот сейчас думаю, то ли те, которые поспели сейчас у меня за это время, пустить на суповые заправки, то ли положить еще их в подвал на месяц, посмотреть, до какого рекорда они могут дойти, сколько они могут храниться. Ясно, что те, которые срывались в фазе молочной зрелости, они поспели полностью. Те, которые были совсем-совсем зеленые, они еще даже, ну только начали светлеть, дошли до фазы молочной зрелости. И вот те, которые были совсем зеленые, я думаю, они еще полежат. Но что самое интересное, опять то же самое качество, о котором я говорила, что это прекрасное качество, значит томаты хранятся хорошо, они вместо того, чтобы подгнивать, они начинают подсыхать. Вот некоторые томаты положишь на хранение, они полежат недели 2-3 месяц, и начинают гнить и течь. А некоторые начинают делаться как изюм, как кишмиш, подсыхать, независимо от того, большой это плод или маленький. И я вот вижу уже, что они подсыхают. Но исходя из того, что они так долго у меня прохранились, значит они плотные, значит у них шкурка такая прочная. И единственное, что я могу сказать пока что в этом году про него, это то, что он урожайный, это точно, было много кистей. Это то, что он не крупный, это тоже точно. Хотя вот эти вот последние плоды, но они сильно больших и нет. Они примерно вот такого размера и идут все. Ну вот такие чуть побольше. Ясно, что последние кисти были совсем мелкие, но это не крупноплодный, это высокорослый. Обязательно его формировать, обязательно его подвязывать. Если кому-то интересно, а сейчас я в разрезе покажу. Конечно, это вот такой самый простейший в разрезе. Это не тот, который мясистый, сахаристый, не бифтомат. Это вот такой простой, который даст вам много плодов, который будет долго храниться, который может идти на засолку, на все томаты переработки. Чтобы поближе познакомиться с сортом Челябинский метеорит, я сейчас остальную информацию прочитаю вам вот из статьи в интернете, потому что я сама его еще изучаю. Извиняюсь, конечно, что не все своими словами, а кое-что из статьи, но ведь мы много информации берем оттуда, пишут люди, которые его уже выращивали. Что меня сначала сбило с толку? Почему-то в некоторых описаниях написано, что у Челябинского метеорита картофельный тип листа. Но на картинке показан простой лист, но чуть-чуть видоизмененный, но простой, не картофельный. И вот с этими картофельными листьями, когда сорт незнакомый, путаешься очень часто. Мне сейчас приходят много сообщений, которые пишут, купила томат Гемидов в магазине, написано картофельный лист, а у меня получается не картофельный. Второй год высаживаю, опять еще раз купила, опять не картофельный. Но я вот на Гемидова тоже не могу сказать, что у него картофельный тип листа. Я понимаю, что картофельный, который вот сильно отличается, это вот, например, как розовый слон, потом медовый салют, картофельный лист, потом кармен, какие там еще, сейчас подождите, вот у меня денежное дерево, мисс Америка. Вот это вот картофельный тип листа, он вообще отличается в корне. А у Гемидова, мне кажется, лист простой, просто гофрированный. И немножко как... И вот с Челябинским метеоритом произошло то же самое. Тогда я в описании прочитала в одной статье и ожидала картофельный лист, тип листа, такой, как у розового слона, у других. Но вырос не картофельный лист, он немножко отличается от других томатов, но все равно это томатный лист, томатный тип листа. И поэтому я его сомневалась, он это или не он. Но потом уже, когда полностью он вызрел, полностью созрел, я и по описанию плодов, и по всему остальному поняла, что это все-таки Челябинский метеорит. Сейчас посмотрим о нем информацию. Но я вас тут долго, всю статью, конечно, не буду долго задерживать. Я прочту самые-самые-самые такие основные. Высокорослый куст, 120-150 сантиметров, округлые красные плоды, масса томатов 50-90 грамм. То есть, как я и говорила, это не крупноплодный. Больше, конечно, он пойдет, наверное, для консервирования, для всех заготовок. Сладкий вкус, стойкость к неблагоприятным условиям, способность формировать плоды в засуху и в прохладную погоду. Вот почему-то производитель очень редко указывает способность томата к длительной сохранности храняться, плоды не хранятся, и поэтому это приходится испытывать самому в течение одного, двух, трех месяцев мучить томаты по лоткам, держать. Томаты используются для употребления без обработки, для приготовления соусов. Ну, короче, все, как я и говорила, больше всего засолочные. В домашнем консервировании плоды маринуют, квасят, засаливают. За счет плотной кожицы помидоры выдерживают тепловую обработку длительной перевозки. Вот, да, вот кожица у него плотная, не трескаются, не разваливаются при консервировании. И эта же плотная кожица позволяет ему сохраняться очень долго. Я даже подозреваю, что вот этот челябинский метеорит можно использовать для зимнего хранения, потому что уж очень они хорошо сейчас, вот первая декада, октября уже за плечами у нас прошла, считайте, ноябрь, у нас до Нового года, это полтора месяца осталось. Мне кажется, они даже могут до Нового года долежать, если бы я положила на хранение сразу в прохладное место. У меня они были в тепле, в комнате, поэтому про них я ничего не могу сейчас сказать. Так, ну это как выращивают, это нам не надо. Так, сейчас я еще хотела тут, да, выгнительную высадку, где-то картинку хотела найти. Ну вот на картинке это примерно такие они, они вот так висят кистями, я не знаю точно это или нет, потому что я иногда ловлю авторов статей на том, что они пишут об одном томате, а фото томата прилагают другое. Никто это сильно не проверяет, не контролирует, но вот Челябинский метеорит выглядит именно примерно так. Они небольшие, они собраны в кисточки, все, так и отзывы садоводов. Все, вот это наш Челябинский метеорит, но это уже не он. У меня пока о нем скудные вот такие знания, познания, но то, что он неприхотливый и то, что он урожайный, это точно. Еще я в нем обнаружила качество длительного хранения. что он урожай, он урожайся. Продолжение следует...